День борьбы с болезнью Паркинсона провели во всем мире. Казахстан не стал исключением. По статистике, в нашей стране порядка 17 тысяч человек, страдающих этим недугом. Он неизлечим, однако сегодня есть средства, способные помочь болеющим вести максимально привычный образ жизни. Дана Ражманова продолжит. О том, что у него болезнь Паркинсона, майор Анатолий Меркулов узнал в 37 лет. Достаточно молодой возраст для этого недуга. Обычно им страдают пожилые люди. Заболевание связано с постепенной гибелью части нервных клеток, что приводит к нарушению регуляции движений. Болезнь до того меня, так сказать, одолела, что приходилось уже жене, скажем, шнурки даже не могу сказать, прописали препараты на ком. Так он был раньше. Вот, я пил их, но дошел уже до 7 таблеток в день. И чем больше эти таблетки пьешь, тем меньше не помогают. Вот почему-то такая ситуация у меня была. Я дошел до того, что пил уже 7 таблеток, и они мне не помогали. Ну вот после этого пришлось обратиться сюда, в центр нейрохирургии. Сейчас под левой ключицей у Анатолия находится нейростимулятор. Внешне он похож на небольшой пульт управления. Он позволяет регулировать импульсы. Операцию в центре нейрохирургии сделали бесплатно. До 13-го года в Казахстане болезнь Паркинсона это был приговор, по сути дела. Ну, то есть человек себя уже ничего не представлял, но будем говорить, это растение. То после 13-го года в Казахстане болезнь Паркинсона это просто диагноз для врачей. Я бы так сказал. На сегодняшний день отечественные нейрохирурги прооперировали 187 казахстанцев, страдающих болезнью Паркинсона. Другими словами, 187 человек получили возможность жить прежней жизнью. То, и что было до того, как прозвучал диагноз. Операция дорогостоящая, но гражданам Казахстана эту операцию оплачивает государство. Это одна из сложнейших операций с применением дорогостоящего оборудования, дорогостоящих инструментов. И причем этой операции еще нужно обучиться в ведущих мировых центрах. Все это нами сделано с помощью государства, с помощью Министерства здравоохранения. И сейчас мы эти операции делаем на мировом уровне. Да, болезнь Паркинсона неизлечима. Однако прошло то время, когда пациент оставался один на один со своим недугом. Специалисты встречаются друг с другом, обмениваются опытом. Задача казахстанских врачей – определять болезнь на ранней стадии, назначать грамотное лечение и делать все для того, чтобы пациент жил полноценно. Дана Рожуманова, Наур Исбазаров, Хабар-24, Астана.